Ну что, Сереж, ты кушал блины всю прошлую неделю? Да, постоянно. С разными начинками, я надеюсь. Конечно, и с икрой, и с семгой, и со сгущенкой даже. И не тяжело ли тебе на желудке теперь? Ну, если честно, есть небольшое такое ощущение, что как-то нужно теперь разгрузочный какой-то период устроить. Вот, собственно, мы как раз об этом. С сегодняшнего дня тебе нельзя ни мучного, ни сладкого, ни мясного. За что мне такое наказание? Потому что великий пост начался. А иногда, Сережа, ограничивать себя даже полезно. Согласен, согласен. Ну, конечно, я думаю, что ограничение должно быть тоже какое-то правильное. Потому что если резко так переходить, то можно испортить себе здоровье. Абсолютно верно. Ну, а вот как правильно переходить и можно ли резко переходить, мы поговорим сегодня с нашим замечательным гостем. Это врачом диетического, гигиенического воспитания Татьяна Селезнева. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, во-первых, я хочу сказать, что небольшая ошибка произошла. Масленицу все воспринимают вот как объедение, да? На самом деле она... Ну, так случается. Так получается. Люди забывают, что она так называемая сыропустная. То есть на самом деле масленица и масляные недели – это уже плавная подготовка к посту. На этой неделе мясные продукты уже исключаются. То есть ни рыбу, ни мясо люди уже не должны есть. Блины должны быть с творогом, там, с овощной начинкой, с чем угодно. Как же икра, наше русское исконное блюдо, блины с икрой. Ну, к сожалению, вот как бы мы не очень хорошо знаем правила поста, поэтому объедаемся. И, конечно, вот, например, в сегодняшний день очень строгий пост. То есть фактически вот те, кто постится по-настоящему, они сидят на воде или на отварах трав и на хлебе. Все. Конечно, обычному человеку так сразу просто бросаться вот в такое голодание, полуголодание, на самом деле, не рекомендуется, просто станет плохо. А на самом деле... А как подготовиться? Нужно готовиться морально или физически? Конечно, конечно. Конечно, во-первых, это очищение духовное. Оно и телесное, но цель-то поста – духовное очищение. То есть мы тело свое усмиряем, усмиряем его потребности, да, таким образом возвышаемся душой. Но, опять же, пост – это, по сути дела, строгое вегетарианство. Да, и на самом деле можно мучное, можно хлеб, можно сладкое, например, сухофрукты. Да, мы ограничиваем что? Вернее, совсем отказываемся от продуктов животного происхождения. И, опять же, глубинное понимание поста идет откуда? Мы понимаем, что грех убивать животных, которых мы потом съедаем в виде мяса, да? Вот оно, глубинное понимание поста. То есть мы очищаем и тело, и очищаем душу от греха. А как же тогда продукты, которые животные отдают, как бы не убивая их, там, яйца, молоко и все прочее? Ну, яйцо – это тоже зародыш, это тоже, как бы, убийство, скажем так, по всем канонам. Вот, что касается молока, тут я с вами согласна. Молоко все-таки нам корову дают добровольно, поэтому… Ей еще и лучше от того, что она нам ее дает. Конечно, конечно. Поэтому, например, есть послабление во время поста болящим, кормящим, беременным женщинам, военным, например, кто выполняет тяжелую физическую работу, вот тем я бы рекомендовала молочные продукты оставить. Тем не менее, я бы хотел узнать для всех остальных, тех, кто хочет поститься, да, тех, кто постится, как кушать и соблюдать пост, но и не голодать. Вот это, наверное, сейчас самое главное. Сережа всегда она в сочном. Правильно, потому что мужчины, они привержены настолько к мясу и не подозревают, что у нас есть очень много продуктов, которые содержат совершенно полноценный белок и при этом не являются мясом. И сегодня я пришла к вам в гости вот с финиками. Финики – изумительный продукт, его еще называют хлеб пустыни. Оказывается, кроме полного набора витаминов и минералов, здесь еще содержится полный набор незаменимых аминокислот. То есть 3-5 штучек фиников в день, и вы не умрете от голода, и к вам поступит необходимый белок. Кроме того, бобовые, конечно, я сейчас призываю всех заменить мясо бобовыми, обогатить свой рацион. Но мало кто знает, кроме фасоли и гороха, есть еще некоторые другие продукты, которые присутствуют. А я принесла маш – это такой маленький зеленый горошек, он совершенно свободно продается в магазинах и на рынках. Есть еще нут великолепный, такой более крупный горох, да, такого бежевого цвета, почти белого. Вегетарианский супчик из маша. А чем он отличается от обычного гороха? Он легче, он не дает вот такого вздутия, которое обычно дает наш горох. То есть если вы замочите на ночь маш, потом сварите на нем бульончик и добавите туда брокколи, немножко картошки, чуть-чуть морковки, запассированные с луком или асофетидой, у вас получится просто шедевр. Супчик, вот можно добавить грибов. Грибы, кстати говоря, грибы абсолютно постный, скажем так, продукт, можно в любом виде. Варите грибные супы, сделайте, например, гречневую кашу и приготовьте грибной соус. Пальчики оближешь. А лук на чем пассеровать? На масло, скажите. Ну, масло постное, да, сливочное масло, табу, да, а постное масло, пожалуйста. Конечно, мы сейчас говорим об обычных людях, потому что на самом деле строгий пост, вот люди воцерковленные, церковленные, да, верующие воцерковленные, это действительно подвиг и телесный, и духовный. Если говорить о людях более-менее, вот, как бы... Светских. Да, светских, все-таки стоит отказаться от мяса. Для совсем уже, вот, ну, как бы таких вот мясоедов, злостных, как я говорю, я советую ограничиться хотя бы рыбой. И, ну, два раза в неделю, уж если, ну, совсем плохо. Не первую и не последнюю неделю поста, правильно? Конечно, конечно. Вообще во время Великого Поста два раза можно есть рыбу. Это великие праздники, Благовещение и вход к Господню в Иерусалим. Это, как мы говорим, вербное воскресенье, да, а все остальное время мы все-таки отказываемся от мяса. Ну, скажите, вы рассказываете, как можно питаться в пост, это все замечательно, звучит очень вкусно. А вообще, насколько это полезно с точки зрения врача? Вот просто обычному человеку насколько полезно на 40 дней отказаться от мяса? Очень полезно отказаться от мяса, потому что это очень хорошо разгружает организм и разгружает в первую очередь печень. И мало того, по законам восточной медицины сейчас во время Великого Поста наступило время активности печени и желчного пузыря. Поэтому, если вы еще вдобавок к разгрузке питанием пропьете, например, курс желчегонных трав, это будет очень здорово. Единственное противопоказание к назначению желчегонных трав – это желчнокаменная болезнь. Скажите, ну, наверное, вот такие, не знаю, мне кажется, да, что какие-то лекарственные средства, да, употребление и так далее уже для людей более старшего возраста. Я так понимаю, что если, да, смотрят люди, которым, не знаю, там, 20 лет, 18, им, наверное, рано еще об этом говорить. Почему? Посоветовавшись с врачом, мне кажется, для профилактики. Нет, не рано. Вы знаете, в результате того, что наше население очень неправильно питается, очень многие страдают дискинезией желчевыводящих путей. Банально. Вот я произнесла сейчас эту фразу, и я уверена, что очень многие зрители сказали, вот-вот-вот, именно она у меня и есть. Поэтому я рекомендую пить побольше воды, пить утром натощак и за 30-40 минут до еды, и пропить 2-3 недели курс желчегонных трав. Никаких-то лекарственных препаратов, а наши травы, российские, солянка, холмовая, расторопша, банально все. Спасибо вам большое, Татьяна, за полезные советы с утра, ну и, конечно же, передай, пожалуйста, Сергей, вот эту замечательную коробочку. Это да, спасибо, что пришли к нам сегодня с утра, и мы вместе с генеральным спонсором нашей программы «Чаем Бета Ти» дарим вам этот замечательный подарок. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.